Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я оценю уважение, которое мы развили к Господу и к месту нашего поклонения Ему, но на самом деле вера в реального Бога – это не что-то тихое и скромное. На самом деле для этого нужна стойкость, постоянство и невероятная решительность. Бог сотрясает и меняет этот мир, и Он приглашает нас познать Его по-новому. Надеюсь, вы рождены свыше. Это прекрасное начало в Царстве Божьем. Но давайте идти дальше, не только поклоняться Богу в Церкви, но и познавать Его лично, чтобы мы менялись и могли быть успешными в том, что нас ждет дальше. Поэтому предлагаю вам сказать Богу «Да». Возьмите Библию, блокнот, а главное – откройте свое сердце. И приятного вам просмотра. Мы продолжаем серию о стойкой вере, и на этом собрании я хотел бы поговорить о призме Царства. В целом, я считаю, что нам с вами нужна более стойкая вера. Я провел всю свою жизнь в Церкви и знаю, что мы научились играть в Церковь. Мы знаем, что следует надевать, когда приходить, когда сидеть и когда стоять. У нас есть свои слова. Мы понимаем, что стоит и что не стоит говорить в Церкви. Мы все это понимаем и выбираем себе Церковь по вкусу. В этом нет ничего плохого, но если Церковь для нас – это только театр, то мы можем упустить Иисуса из Назарета. Во время пандемии мы усвоили важный урок – дело не в здании. Мы можем собираться в помещении или на улице. Мы можем собираться где угодно, когда угодно и с кем угодно. Но мы все же хотим собираться с людьми Божьими, потому что нам нужно его присутствие посреди нас. Мы были слишком пассивными. Мы наблюдали за проявлениями зла, но почти никак не реагировали. Я от такого устал. Еще в юности, занимаясь спортом, я узнал, что мой уровень энергии должен соответствовать уровню моего противника. Если это было не так, то я уступал ему. Да, наша победа зависит не от нашей силы, но мы должны быть вовлечены, а не отстраняться от всего. А мы были слишком пассивными. Господь, если ты хочешь что-то сделать, то сделай. О, нет! Он призвал нас с вами. Вот для чего он дал нам с вами. Это земное тело. Поэтому нам следует реагировать на все иначе. COVID-19 появился у нас почти два года назад из Китая. Он появился весьма неожиданно, и, думаю, все согласятся, что было сделано много ошибочных шагов, а также было слишком много взаимных обвинений и жалоб. Но этого уже хватит. Оно никак не помогает. Зачем злиться на того, кто не повел себя так, как вы ожидали? А когда вы планируете прощать, хватит. Вот вам реальность. Бизнес уже не такой, как раньше. А вот и все. Мы можем говорить о цепях поставок или инфляции, но как бы там ни было, бизнес уже не тот. И теперь нормой будет то, что мы сделаем нормой, а не то, что было раньше. Сейчас норма не имеет никакого отношения к тому, к чему мы привыкли два года назад. То, что будет считаться нормальным, мы с вами определяем прямо сейчас. Но пойдем чуть дальше. Если вы живете этим миром и всем, что в нем есть, если там все ваши амбиции, мечты и надежды на ваше будущее и будущее ваших детей, то вам нужно признаться себе, что вы не хотите жить с Богом. Будьте честными с собой. Не тратьте время на притворство, потому что Бога невозможно обмануть, а пастора обмануть несложно. С другой стороны, если вы хотите почитать Бога своей жизнью, то найдите в себе смелую и благочестивую реакцию на все происходящее. Давайте не плыть за течением. Кому нужен еще один год драмы? Давайте просить Бога, чтобы Он двигался среди нас удивительным образом. даже если это означает изменить наше отношение и наш фокус и вообще направление нашей энергии. Вот Он я, Бог. Используй меня. И меня тоже. Ну что ж, первое послание Тимофею, 4 глава, 15 стих. Тут сказано так. Усердно. Занимайся всем этим. Будь прилежен, и тогда все увидят твои успехи. У меня есть друзья, которые умеют усердно заниматься чем-то. У меня это тоже иногда получается. Я хочу усердно заниматься Божьими делами. Для меня это важно. Я не делаю это только для галочки. Молитва, покаяние. Ага, так есть. Крещение. Угу, тоже есть. Чтение Библии есть. Хождение в церковь. Причем, когда мне удобно, тоже есть. Нет, я так не хочу, потому что я не хочу предстать перед царем с таким списком. Павел сказал, я ношу на своем теле отметины Евангелия. Я не прошу вас стать мучеником или страдать целесно от гонений, но я приглашаю вас выйти из театрального христианства. В реальность. На Божью Ниву. А вы готовы к этому? Ну тогда давайте немного поговорим о нынешнем мировом порядке, потому что вокруг Него некая путаница. Бог создал этот мир, а когда Он закончил, то сказал, что это очень хорошо. То есть Бог не против нашего мира. Иисус даже будет царствовать здесь. Мы проведем с Ним вечность не в каком-то другом месте. Он придет сюда, чтобы царствовать здесь. И тут не будет больше плача, боли, слез и смерти. И в Откровении сказано, что всему этому придет конец. Вот так радость-то. Ура! Но пока нам предстоит пройти свой путь, и он может быть непростым, но Господь проведет нас. Но в Новом Завете слово «мир» означает не тот мир, что создал Бог, а нынешний мировой порядок и действующие системы. И этот мировой порядок злой и временный. Новый Завет сопоставляет его с Царством Божиим. Царство Божие вечно, а нынешний мировой порядок временный. И Библия советует нам не влюбляться в этот мир и в его ценности, стандарты и цели, а также в его определение победы и поражений. В Царстве Божьем все иначе. Мы должны учиться этому. Это не приходит автоматически. А основную информацию мы получаем из этого мирового порядка. Он говорит нам о том, что ценно и почему, и мы пытаемся соответствовать этому, а Дух Божий приглашает нас прислушиваться к Его инструкциям. А там совсем другие параметры. Он также описывает конфликт, который происходит внутри каждого из нас, в пасторах, в новообращенных, в тех, кто давно с Богом. И этот конфликт никуда не девается. Мы видим Иисуса в Гефсиманском саду. Впереди Его ждут страдания, и Он говорит, «Отец, я бы предпочел не делать этого». Это будет не просто дискомфортно. Они замучают Его до смерти. «Отец, я бы предпочел не делать этого». Сколько раз я говорил Богу, «Я не хочу этого делать». Надеюсь, у вас тоже есть такие разговоры с Богом. Когда вы говорите, «Боже, я не хочу этого делать». Надеюсь, вы не думаете, «Я спасен, рожден свыше, и мое имя записано в книге жизни». Поэтому мне больше не в чем меняться. Кто вам такое сказал? Когда Иисус был в Гефсиманском саду, Он сражался не с каким-то ужасным аморальным грехом. Ему нужно было исполнить волю Божью, и это было неприятно. «Ну, не знаю, не знаю. Мне знакомо это чувство. И вам, думаю, тоже». Матфея, 5 глава. Это Нагорная проповедь Иисуса. «Блаженны, изгнанные за правду или праведность, ибо их есть Царство Небесное». Какова отличительная черта тех, кто принадлежит Царству Божьему? Они переживают гонение за праведность и не за ложь или воровство, а за правильное положение перед Богом. Если вы выбрали отстаивать Бога публично, то вас ждет сопротивление, и оно будет только усиливаться. Да, я верю в Божью поддержку и в Его вмешательство, в вашу жизнь, но я верю, что конфликт между разными сторонами в этом вопросе будет только расти и усиливаться. И вам важно понимать, что вас ожидает благословение, если вы страдаете за то, что выбрали Бога. Зачем вам от Него отказываться? Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Итак, вывод. Гонения придут за правильное положение перед Богом, а не за то, что вы негодяи. Тут сказано, что вам повезло, если вас преследуют за праведность. Об этом можно было бы поговорить подольше, но у нас нет времени. Природа конфликта заключается в вашем задании и вашем положении. Возможно, вы на передовой или в тылу, возможно, вы в первых рядах, а может, в группе поддержки. У всех нас разные задания и разные позиции, поэтому не оценивайте свое задание, потому что нужно сделать кому-то другому. Это ошибка. Разберитесь со своим заданием и выполняйте его. Если вы будете верны в малом, Бог повысит вас. Многие из нас не желают слышать о повышениях. Мы хотим сразу же возглавлять парад. Я достаточно прожил на этой земле, чтобы заметить, что люди, желающие сразу же возглавлять парад, участвуют в нем не очень долго. Поэтому я рекомендую вам быть верными, прежде всего, в том задании, которое Бог дает вам, несмотря на то, видит вас кто-то или нет. Он благословит вас за это. Давайте продолжим разбирать эту историю. Мы начали с Нагорной проповеди, и мы говорим о другом отношении к вере, а именно о стойкой, а не о пассивной вере. Вера не должна стать рутиной или настройкой по умолчанию. Она должна быть намеренной и целенаправленной, сфокусированной и нацеленной на верность. Вера и верность — это две стороны одной медали. Быть человеком веры — значит быть верным человеком. Вы не можете быть человеком веры и при этом не быть верным. Это невозможно. Если вы хотите быть человеком великой веры, то станьте невероятно верным человеком. Итак, пятая глава Матфея Нагорная проповедь. Параллельное место находится у Луки. Мы не будем читать все, лишь небольшой отрывок. Этот отрывок часто используется, чтобы показать, что Иисус был пацифистом. Он якобы не влезал в безбожные события тех дней, а просто проходил мимо. Распяли его по каким-то сверхъестественным причинам, а не потому, что он был против чего-то. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно, поприще иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Думаю, вы много раз слышали это, и даже о тех, кто не являются последователями Христа. Так они пытаются убедить вас, что вам не стоит протестовать или отстаивать истину Божьего Слова. Если вы это делаете, то вы осуждаете других, а Иисус сказал, и затем они цитируют вам свое любимое предложение. Якобы Иисус говорил, не противостоять злым людям, но я хочу напомнить вам, что Иисус регулярно изгонял злых духов. Также хочу напомнить вам, что Иисус был замучен до смерти на римском кресте, чтобы благодаря своей искупительной работе он мог отменить все претензии сатаны к вам. Это случилось с ним не случайно. Иисус часто критиковал религиозных и политических лидеров того времени. Публично и очень часто прямо им в лицо. Ученики иногда отводили его в сторону и спрашивали, ты понимаешь, что ты их обидел? В Евангелиях есть две ситуации, которые кажутся мне комичными. Во-первых, случай, когда книжники-фарисеи приходили, чтобы подловить Иисуса на чем-то. Они пытались подловить Творца. Во-вторых, это случай, когда ученики говорили, ты понимаешь, что ты их обидел, когда назвал их ехидными и крашенными гробами? Ты понимаешь, что они обиделись? Да, он догадывался, он все понимал. И мне смешно это читать. Иисус бросал вызов правилам шаббата. Он говорил, вы придерживаетесь религиозных правил из книг Моисея. Но при этом вы не почитаете Бога. Вы почитаете только себя. Вы лукавые, и они хотели убить его за это. Его не просто перестали приглашать в синагоги. Его хотели убить. Он бросал вызов правилам о кошерности. Святым вас делает не то, что входит в ваши уста, а то, что выходит из них. Вся их жизнь была построена на том, что им можно, а что нельзя есть. Он бросал вызов самым влиятельным людям стране и прицел их публично. Ученики приходили и говорили, мы ничего не поняли. А он отвечал, неужели вы думаете, что состав ваших бутербродов может лишить вас царства Божьего? Ну да. Я вижу, как он качал головой и думал по этому поводу вот что. Боже мой, кого же я набрал в свою команду? Кого? Слова и проповеди Иисуса стали причиной его страданий, и поэтому нам нужно понимать этот отрывок. И прежде всего в контексте его поведения, потому что очевидно, что Иисус противостоял злу, и Он призывает и нас взглянуть на все по-новому. Это не означает, что мы не должны противостоять злу. Думаю, Он хочет, чтобы мы поняли, что корень зла — это не люди, потому что Он пришел. Искупить людей. Он искупил и взял в свою команду фарисея, который потом стал лучшим в мире евангелистом. В послании к римлянам нам дается задание «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Иногда мы это упускаем. Наша цель — не просто противостоять злу, но и делать добро. Вот о чем говорит Иисус. Радикальная мысль — делать добро в злом мире. Мы говорим о стойкой вере. Да, это означает противостоять злу, но что куда важнее, нужно еще и делать дела Царства Божьего и жить соответственно. В послании к Ефесиным, шестой главе, описан духовный конфликт. Думаю, вы знакомы с этими стихами. «Будьте сильными в Господе». Не собою будьте сильны, а Его великую мощью. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы могли вы противостоять всем козням дьяволам. Воюйте не с людьми, а с кознями дьяволом. Ведь бороться нам приходится не с людьми, а с силами потусторонними, с властями, с тиранами, что правят тьмой этого мира, со всеми злыми духами из мира небесного. Мы призваны участвовать в духовном конфликте, потому что этот мировой порядок управляется злом. Мы должны быть светом посреди тьмы, потому возложите на себя Божьи доспехи, чтобы в день злой дать отпор врагу и выстоять. Мы забыли о том, что такое стоять. Мы просто наблюдаем за злом. Книга Откровения призывает нас быть победителями, а я думаю, что мы стали первоклассными наблюдателями. Но это совершенно разные вещи. Я буду делать вид, что всего этого нет, но вам велено не это. Как можно победить зло добром? Нам нужно, чтобы мера проявления добра из Царства Божьего совпала с интенсивностью зла. Мы должны быть нацелены на то, чтобы Царство Божие провозглашалось больше, чем Царство тьмы. Компромиссы действуют, как коррозия. Они просто уничтожат ваше основание. Первое послание Коринфянам, 5 глава. Павел пишет это церкви. Он выражает свое удивление. В действительности говорят, что среди вас есть случай такого распутства, какого не знают даже язычники. Иными словами, вы переплюнули даже безбожников, а именно, что один из вас живет со своей мачехой, а вы возгордились. Не следует ли вам вместо этого опечалиться и исключить из вашего общения человека, который сделал такое дело? Мы слишком часто идем на компромисс. Мы должны подчиниться воле Божьей. Иаков очень точно говорит об этом в 4 главе. Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Вы не можете ожидать, что дьявол убежит от вас, если вы не покорились Богу. Вы можете связывать и противостоять. Можете кричать и исповедовать, сколько влезет. Но если вы не подчинились воле Божьей, то вы застряли надолго. Нам нужно подчиниться воле Божьей. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Грешники, омойте ваши руки, двоедушные, очистите ваши сердца, сокрушайтесь и плачьте, и рыдайте. Пусть в плач обратится ваш смех, а радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и Он возвысит вас. А теперь сравним это с 5 главой Матфея, с параллельным местом у Луки. Это 6 глава, если вы захотите прочесть это позже. В этих отрывках находятся 7 утверждений. Некоторые есть в обоих отрывках, а некоторые только у Матфея или только у Луки. Но я подготовил для вас подборку о призме Царства Божьего, который призывал нас Иисус. Он говорил, что добро, которое мы делаем, побеждает зло. Если ударит тебя по правой щеке, подставь и левую. Если кто-то рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плачь. Если тебя принуждают сопровождать кого-то милю, пройди с ним две. Тому, кто просит, дай, и от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся. Всем, кто просит у тебя, дай, и если отнимает твое, не требуй обратно. Любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас. Поступайте с другими так, как хотите, чтобы они поступали с вами. Это золотое правило. Мы его изменили. Теперь у нас другие золотые правила. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за тех, кто вас обижает. Я считаю, что это весьма радикальная идея, и чтобы хотя бы попытаться жить так, нам понадобится стойкая вера. Это не просто. Если ты ударил меня по лицу, то берегись. Я помолюсь за тебя, когда закончу с тобой, но пока... Давайте помолимся. Отец, спасибо за то, что ты призывал нас из тьмы в царство твоего света. Ты омыл нас, очистил и оправдал. Прости нас за наше благодушие. Мы хотим в будущем быть вместе с тобой, с Творцом Вселенной. Прости нас за наше безразличие. Зажги в нас желание познавать живого Бога, чтобы мы каждый день посвящали только тебе. Во имя Господа и Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Будьте благословенны. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. В книге «Деяния» в первой главе Иисус вознесся на небеса. Церковь стала расширяться. Теперь ученики продолжали служение Иисуса самостоятельно. Буквально через две главы мы снова встречаем Иисуса. По дороге в Дамаск он явился Савлу и Старсом. Тогда он был озлобленным, жестоким фарисеем, который ненавидел последователей Иисуса. Так Савл и Старс стал апостолом Павлом, одним из наших героев. Я надеюсь, что вы с ним дружите. Мы часто читаем его послания. Павел распространял Евангелие в очень непростое время. Было много политического давления, путаницы, ересей. Распространение Евангелия не давалось быстро и легко. Но Павел был готов заплатить свою цену. Его послания к церкви являются мощной поддержкой для церкви в наши времена. Мы приготовили инструмент, который поможет вам в Новом году. Это ежедневное изучение, составленное из отрывков посланий апостола Павла к церквям. Книга выполнена в формате ежедневных заметок. Мы сможем размышлять над посланием Павла каждый день. Святой Дух обязательно будет действовать в вашей жизни. Пусть Слово Божие будет вашим хлебом насущным. Сегодня, как никогда, мы особенно нуждаемся в силе от Бога. Даже если я, рожденный свыше христианин, и переживал встречи с Богом в прошлом году, этого недостаточно. Ищите Бога сегодня, на этой неделе, а в этом месяце, сейчас. Я верю, что эта книга станет мощным инструментом, который поможет вам расти в вере. Откройте свое сердце. Скажите Господу, «Я хочу следовать за Тобой». Мы новое воплощение книги Деяния. Бог призвал нас быть светом и солью для нашего поколения. Наша новая книга, уроки от Павла, может помочь вам в этом. Ежедневные изучения помогут вам применять истины от апостола Павла в ваших обстоятельствах. Они принесут ободрение и знания для того, чтобы мы всегда могли следовать за Господом, независимо от того, что ждет нас впереди. Уроки от Павла – это полноценная, качественная книга. Каждый день включает в себя отрывок из Писания, разбор отрывка, молитву, место для заметок и дневника. Мы отправим вам книгу в благодарность за ваше пожертвование от 25 долларов. Когда мы встречаемся с трудностями, примем ли мы решение следовать за Богом? Давайте начнем смело стоять в вере вместе с уроками от Павла. Отправьте заявку и оформите заказ на книгу уже сегодня. Заходите на сайт и звоните по нашему телефону. Многие из вас лично посетили служение пастора Алена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Алена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите.